всем привет всем доброго дня вот этим молоточком открывается небольшая серия роликов про молотки для пдр этот молоточек мне подарил товарищ ссср овский молоточек хорош в работе вот с него мы и начнем вот такой он еще под толстым толстым слоем лака здесь стоит какое-то клеймо потом мы разберемся что это за завод и стоит цена 60 копеек итак поехали начнем с осмотрах длина у него 30 шершина где-то 70 75 вес у него 173 грамма естественно молотком пользовались по назначению им забивали гвозди сейчас у меня идея взять его привести в порядок здесь ему сделать зеркало почистить поблистить его попробовать как он работает как он забивает несмотря на то что молоточек древний вот так раньше делали клинышек здесь он еще в рабочей форме не соскать ничего вот так вот бить по поверхности это колот лак сейчас я его собью отсюда взвесим сколько весит сам боек сама ударная часть весит 117 ручка 56 и того 173 для начала будем использовать вот такую шкурку восьмидесятку сто двадцатку сто восьмидесятку а потом уже будем использовать вот такую сетку мерка до шестисотки начнем мы как раз вот с этого места с байка новый пат поставил только что приклеил еще небольшие артефакты есть он там кратерочек основные дефекты уже ушли абразивной шкурки уменьшаем сколько нам снимать много уже не надо вот эту восьмидесяточку меняем на сто двадцатую и будем работать дальше плоские напильнички есть различной зубастости ими надо проверить чтобы у нас была плоскость чтобы не было каких-то ям и вот так потихонечку у нас появляется пятно сейчас выводим его а потом будем убирать риску дальше 180 здесь поменял машинку здесь обороты чуть побольше и тут еще есть такие небольшие вмятинки убираем их напильник нам все проявит все покажет такое пятно характерное получается и мы видим какая у нас пост теперь все то же самое беру шкурку на сетке накладываю на ровную поверхность и тоже такими слегка круговыми движениями уже буду понижать риску поскольку вот такими вещами мы ровно не сделаем тут уже надо выводить плоскость поровнее и чтобы было плавная такая очень плавная слегка выраженная сфера теперь берем какую-то ровную поверхность не важно какую шкурку это 120 и плавно выглаживаем сферу по рискам видно что у нас где не так и поправлю это как бы шлифовка с проявкой вот когда шлифуют там шпаклевку или что-то вот она есть проявка она показывает сиянки также здесь благодаря хорошему освещению мы видим как располагается риска на нашей плоскости вывести в нужную сторону поверхность детали есть вот такая одна сферическая другая подушечка ровно начнем с этой сеточка 150 к тут пришлось немножко напрячься вот она кнопка на которую надо нажимать и фиксировать только кнопку отпускаешь ничего не работает вот такой лайфхак маленький как мы видим небольшой артефакт есть одеваем шкурку грубую металл такой упертый и вот это гладим гладим мелкими шкурками решил поэффективнее чем не так это просто все это вытащить вот тут раковинка маленькая есть я с ней воюю воюю решил они просто плюнуть сказать что так было задумано потому что неизвестно вдруг там пор будет еще больше под низом я думаю на качество работы это сильно не скажется еще будет шлифовка потом полировка все это загладиться и таких ощутимых дефектов давать это наверное не будет сейчас буду снимать здесь как-то фасочки и будем пробовать работать надо его уже обкатывать после такой шкурки на 6 сутки все блестит теперь надо обработать кромки немножко их завалить как я не старался я молоток короче вот эта плоскость даже вот так видно что она вот здесь ниже вот здесь выше для того чтобы немножко поправить ровно заниматься надо вот это дело выставить скачал программу простейшую называется spirit level meter к вам это лезет когда ты выставляешь он там семафорит все у нас по нулям я просто покажу все это уходит понятно что это не идеал тут плюс минус один градус для нас большой роли не сыграет почему потому что любой инструмент вот обладает биением там и прочим и можно что-то поделать аккуратно зная что наш абразив вращается в горизонтали долго и нудно выводил наконец-то удалось вывести сферу в нужном направлении чтоб она была ровной относительно ровной насколько это возможно в итоге сейчас буду обрабатывать круглять вот эти кромочки буду забыл сказать кружок абразивностью 180 вот это надо закруглить чтобы когда бьет не набивала краями здесь немножечко сфера все таки вот такая у нас настоящая зима сугробов намело вот по такой лыж не приходится ходить и так пошли вперёд я пришел к товарищу вот так вот по лесу попросил его наделать мне ручек новых и сейчас мы посмотрим как все это будет делаться первую родная ручка была 32 36 45 и 50 совсем разные инструменты совсем разные молотки получаются в конце концов условно можно взять схватиться и так и так и так как хоть но пока что я еще ни к какому выводу не пришел но вот этот момент я уже заметил канву я сделал закруглил здесь чуть-чуть лучше было если можно было этот молоточек выставить по центрам зажать в токарный патрончик обработать тут все на глаз конце концов уже я молоточек этот попробовал мне он понравился теперь мы просто понижаем риску и вот эту часть самбоек исхода его по бокам я пониже риску и буду полировать что примерно так получается где-то рисочек ротирочек так и остался форма получилось практически плоская шкурки убираем это 400 у нас было это фетровый кружочек с полировочной пастой надо добавить пасточки вот такая у меня кормак штат сделано германской демократической республики тех времен советских пасточка расходуется очень скромно взял чуть намазал и она работает превосходно абразивчик тут такой на пасте и агрессивные в то же время заглаживает хорошо в зеркало металл мне пасточка нравится я пользуюсь с удовольствием можно было порекламировать но я думаю уже этого нету продажи волшебная тряпка жалко конечно что там кротирочек показываю все как есть где-то мелкая такая вот сеточка есть оставлять на лаке какие-то царапины сколы он просто не будет пройдет проверку обкатку если что-то надо доработать дошлифую доработаю для того чтобы этот ссеровский молоток работал вера и правда и сколько-то времени вот она наша ручка его родная еще одна особенность вот этого молотка о чем идет речь вот так он заходит так он уже не хочет в этом молотке есть конусность вот здесь он уже сюда он расширяется еще раз показываю вот только так его можно я решил пойти чуть дальше и поработал так поскольку я в молотках кроме как забивать гвозди не соображал вот такой ассортимент оригинал у нас 32 дальше 36 45 и 50 не знаю какая ручка будет мне удобно а теперь сейчас мы начнем эти ручки чуть приводить в порядок поскольку до этого я не работал берешь даже вот эту ручку или допустим вот эту ручку она лежит по разному в руке здесь вот такая ручка неплохо она в руке лежит но она коротенькая я поработал вот этой поработал вот это и вот это получается за счет того что разная длина уже будет разный удар по силе надо хотя бы их пошкурить под загладить потому что руками отберешься они такие грубые неприятный инструмент любой в руке должен лежать хорошо дабы не удлинять видео как я эти ручки делаю берем сначала шкурку погрубее 120 скругляем проходим меняем шкурку 180 то же самое вот эти грани проходим плоскости чтобы ручка была нормальная потом немножко где-то подравниваю 150 и потом 240 получается такая приятная на ощупь ручка со скругленными вот этими ребрышками уже инструмент держать в руке будет приятно и им работать тоже эксперименты продолжаются плоскость вывел в нужном направлении это хорошо ржавенький старенький попытаемся его немножко освежить в интернете много роликов к очищает освежает это все час прикроем и пусть он немножко тут поквасится прошло где-то час-полтора интересно что получилось сказать чтобы чудесно получилось не скажу но визуально посвежил эти эксперименты мы потом продолжим а сейчас надо насадить на ручку и поработать 3 на все препоны на неноразумение я там накосячил когда неправильно сточил вот эту плоскость сейчас все подвыл под аккуратил его надо начинать уже обкатывать ручка длиной 40 сантиметров брембочка это не ушло я не стал дальше точиться потому что металл может быть пористый внутри в итоге можно его сточить еще больше и там пор может оказаться еще больше теперь пора посмотреть что у нас с этим молотком получится что он может что я могу из учебно-тренировочная деталь шишек понадергано сейчас попробуем забивать этим молоточком снимать конечно такие вещи на камеру смартфона трудно но тем не менее попробовать надо итак начинаем ссср и пдр как а а а а а посмотрим промежуточный результат вот что было примерно вот что стало еще конечно забивать много надо попытаюсь так не камера мешает и снимать надо также работает и вот она такой слегка заваленный получился им тоже можно работать понятно что все это еще грязно молоточек работает я думаю мы с ним подружимся ручка остается 40 сантиметров не зря потрачено время теперь надо просто напросто обкатать это все дело и дальше пользоваться работать это видео только первое дальше по молоткам еще будет несколько видеороликов будут другие молотки анонсом скажу что я буду переделывать следующем ролике свои старые рихтовочные молоточки еще купленные в ссср тоже тема мне это понравилось посмотрим что из этого получит как сами мы понимаем чем у нас больше инструментов всякого чем у нас больше всяких приспособ насадок и так далее конечно ко всему надо к этому еще приложить много времени и тренировок тем больше у нас будет возможностей сделать работу качественно и быстрее всем большой большой привет до новых встреч сейчас будем забивать вот этот второй шашмар попытаюсь с руки поснимать немножко еще немножко еще чуть-чуть я конечно извиняюсь за качество съемки потому что и работать и снимать одно другому мешает но тем не менее я считаю для первого раза это очень даже хорошо со временем при должном усердии все это начнет потихоньку получаться в общем и целом молоточек мне нравится возможно что я его еще доведу после обкатки до какой-то кондиции нужной мне первый опыт показал он работает можно еще тут и нужно стучать конечно все раз повторюсь деталь учебно-тренировочная и еще достанется от меня первые результаты положительные видны